Политическая ситуация в столице под контролем государственных органов. С громких заявлений начал свое выступление комендант Пешкека Алмаз Урзалиев. Рассказал, что за минувшую ночь за нарушение комендантского часа были задержаны 58 граждан, 8 из которых женщины. Похоже, любителей погулять в комендантский час ничем не напугаешь. Ни статистикой эпидемии, ни примером европейских стран. Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, Урзалиев попросил жителей максимально сократить контакты. Призвал находиться дома еще две недели. Также добавил, в комендатуру Пешкека со 2 по 7 апреля поступило 16 213 электронных запросов на получение пропусков. Одобрено 725. Уважаемые горожане, в условиях сложившейся ситуации, когда в нашей стране ежедневно уже выявляются новые случаи заражения коронавирусом, я вас призываю к пониманию происходящего. Так как в истории Кыргызстана впервые происходит такое чрезвычайное положение. За вчерашние сутки уже выявлено дополнительно 10 новых случаев заражения в городе Пешкек. Как ранее я говорил и писал, сейчас закончился инкабуляционный период у лиц, контактирующихся с первыми зараженными коронавирусом. Поэтому, особенно в ближайшие две недели, и далее прошу вас максимально сократить контакты и находиться дома. В некоторых областях нарушителей намного меньше, нежели в столице. Например, в Олжской области в комендантское время были задержаны 10 нарушителей. В отношении них были составлены протоколы и наложены штрафы. Кроме этого, два гражданина были оштрафованы на 3 тысячи и 17,5 тысяч сомов за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. По всем вопросам вы можете обратиться в комендатуру. Еще раз хочу попросить, чтобы вы оставались дома. Нам будет проще нести службу. Прекратить дальнейшее распространение вируса сможем только самоизолировавшись. Давайте мы, как одно целое, будем противостоять болезни. Не нужно бороться с правоохранителями, с медработниками. Нужно с вирусом. Особенно те, кто знают, что контактировали с заразившимися. Проявите инициативу. Обратитесь в больницу. Вот, например, вчера в одном районе жители сами приняли решение и заявили, что не контактировали с инфицированными. Так мы им руки скрутили и положили в стационар. О проводимой мэрии города Ошработи рассказал и Талайбик Сарыбашев. По его словам, 5 тонн муки было роздано медицинским работникам. Кроме этого, для развоза медперсонала было организовано 28 автомобилей. Ну а для правоохранителей предусмотрены 5 автобусов. Ситуация в городе стабильная. На складах и гипермаркетах хватает продуктов. Также хочу сказать, что муниципальные службы работают в штатном режиме. В город Ош на днях доставили также 2600 тонн мешков муки в качестве гуманитарной помощи. Их раздали 605 малообеспеченным семьям и 395 жителям с ограниченными возможностями здоровья. На втором этапе 80 тонн муки материальной помощи мы раздадим нуждающимся семьям. Ну а в Джалабадской области во время комендантского часа были задержаны 27 нарушителей правопорядка. Из них в городе Джалабад 15, по Сузакскому району 12. По данным фактам составлено протоколы идет разбирательство. За прошедшие сутки по Джалабадской области возбуждено 22 уголовных дела. Все дела раскрыты. Во время профилактических мероприятий 74 автомашины водворены на штрафстоянку. Общественно-политическая и криминогенная ситуация стабильная и находится под контролем, сообщил комендант по городу Джалабад и Сузакскому району Джейнищ Джорубеков.